Отрывы бицепса, надрывы связок, переломы костей, страшные щелчки в локтях. Все это следствие неправильного подхода к борьбе. Но всех этих страшных травм можно избежать. Все благодаря массажу, а точнее разогреву непосредственно перед началом поединков. Еще мы расскажем, как бороться с забитостью руки во время затяжных поединков. Этими методами пользовался Андрей Пушкарь и его подопечные, которые расскажут, как это работает. Итак, если вы не поставили лайк, то поспешите это сделать прямо сейчас. А мы начинаем. Уже на пике своего силового потенциала, который припал как раз на 2017-2018 год, Андрей Пушкарь. Пользовался помощью массажиста. Именно он разминал руку Андрея перед выходом за стол. Сейчас этот молодой специалист работает с учениками легендарного Андрея Пушкаря, который благодаря своему учителю добывает медали на чемпионате мира и Европы. А также в профессиональных турнирах ежегодно. Один из них, Олег Петренко, непосредственно воспитанник Андрея. Олег уже стал чемпионом мира в юниорской категории и получил серебро среди взрослых. Уступив лишь Хаджимурату Завоеву. Он пользуется методикой своего учителя и наставника. Андрей почал працювати перед артфайтами с массажистом. Когда я первый раз это пробовал, я был приятно вражен и эффектом. Логично, что у вас появляется вопрос, как же, черт возьми, можно избежать остальных травм? Откуда такие знания? Нам тут поможет опыт спортивной медицины. Разминаться можно всеми методами, но в этом деле главное сохранить тонус руки и не забить ее излишней нагрузкой. Поэтому смотрим, что нам советуют профессиональные массажисты. Начинаем с кисти. Фиксируем одной рукой кисть, другую ловимся за пальцы и начинаем круговыми обертами в одну сторону, в другую сторону. Стараемся прожимать, расстегнуть звязки, как назад, так и вперед. Можно даже интенсивнейше трошки взяти, чтобы хорошо разогреть. После того, когда мы разогрели, помаленько переходим на место прикрепления пронатора. Пальчиками ловимся и на одном месте круговыми обертами разтираем. Так же можно использовать разные массажисты, которые разогревают, главное, не шкиру, а которые разогревают в середину. После двух минут разогреться точки в месте прикрепления пронатора, вот можно увидеть его эффект. Самое разогревание пронатора приблизно связи где-то до двух минут, не дольше, чтобы его не перерослабить. После пронатора мы можем спокойно перейти на саму связку в месте прикрепления, где как раз наших приведных мязей. Прошу скоротить и только не напружить. Место прикрепления оттуда. И великим пальчиком на одном месте, так же круговыми обертами, разогревают. После связок переходим до бицепса. Помню, когда-то мне Андрей Пушкарь рассказывал, что в юные годы, а точнее в начале своей спортивной карьеры, он мог идти бороться без разминки. Но сразу же отрубил. Сказал, что это было глупо и неправильно. Таким образом он схватил несколько серьезных травм, которые замедлили его прогресс. В каждую точку мы разминаем минимум 2 минуты. Вот можно определиться, если у нас есть 5 точек, значит нам нужно 10 минут минимум, чтобы нам разогреться перед боем. Когда мы разъемли нижнюю часть прикрепления бицепса, мы поднимаемся до горы. Самая основная связка, где у нас очень много крепится мясо, получается и дельта, и бицепс, и грудный. Она очень часто травмуется, ее очень хорошо нужно разогреть. Очень важно для того, кто борется в круг, разогреть связку. После того, как мы разогрели место прикрепления, можем легенько пройти по самим мясо. Вы разогреты, готовы бороться, но что же делать, если вы попали в сложную ситуацию, проведя затяжной тяжелый поединок, вследствие чего ваша рука отекла и ее залила кровью. А впереди еще куча соперников, с которыми надо бороться со стопроцентным запасом сил. Итак, как снять забитость руки, восстановить ее способности и силы до следующего поединка, в сетке или в фундетке. После боя, когда ваш товарищ, спортсмен, забился, нам нужно терминово его привести до следующего поединка. Первое, что нужно, нужно занять сидящее положение. После того, мы берем руку спортсмена, фиксируем легенько, чтобы расслабить руку. Самое главное, чтобы она была вольно расслаблена. После того, мы легенько прожимаем, сдавливаем мязи. Самое главное, чтобы от кисти до грудей, ни разу наоборот. После того, когда мы пару раз сдавливаем, мы берем и стягиваем. Стягиваем в сторону грудей, так же, как у нас проходить льдва. Для хорошего эффекта мы можем использовать льд, а также мази, которые дают охлаждение. Но самое главное, когда мы используем льд, не переохолодить связку. Мы при борьбе можем травмовать себя. Наша задача – понять и запомнить, на какие основные точки вы должны воздействовать для разминки рукоборца. Не смеем утверждать, что данный пример является аксиомой. Но не имея знаний в базовых вещах, вы увеличиваете риск травм, что станет причиной регресса вашего успеха. Розминка в армешну очень важна, хотя много кто в этом мало внимания подделяет. Это для того, чтобы эластичность связок была больше и меньше травмоопасной. Когда мясо травмировалось, он вам полностью не функционирует. И тогда, когда вы делаете дальше вправы, делаете закачку, начинайте работать совсем наше мясо. И как бы вы этого не хотели, то мясо, который травмировал, он не будет развиваться вам. Для этого нужно дать время на реабилітацию и после того, чтобы начать закачивать мясо. Это был такой момент, когда я попробовал первый раз в массажере, появился лучший кровообіг и дало мне возможность стать выносной. Родина, когда я приезжал Дон Мазуренко перед «Вендеттою 50» в гости до Андрія Пушкаря, делать замеры с силовой Андрея, так как Олега Жоха, они делали одну из прав на тяжкость за столом. Мне стало очень интересно, сколько я смогу потянуть. Эти большие хлопцы тянули достаточно много. Я был вражен, и тренер мой Андрей Анатолийич был также вражен, когда я сделал весь блок 105 кг на один раз. И прошел год, и сейчас я на левую руку тяну уже на три рази. На правую руку тянув також на один раз, а сейчас перед чемпионатом Украины тянув на пять раз. Но перед чемпионатом Украины так стало, что я получил на тренировке травму боковой связи, и не смог бы поехать. Хотя мне очень хотелось поехать туда. Насамперед, показать Хаджимарату Золойову, что я могу с ним бороться на рівнях. Хочу в него выиграть. Також, как Георгий Тауті, Пламент Димитров – это основные конкуренты. Мне очень хотелось поехать, побороть с ними. Но, на жаль, я не смогу, и не было сенсу поехать, когда я не встрою, и ощущаю, что я не могу бороться на максимум. И так, как вы успели убедиться, мы продолжаем искать и делать уникальный контент для всех неравнодушных карбреслингов. В качестве благодарности мы принимаем лайки, подписки и репосты. Но если вы пойдете дальше и поделитесь этим видео с вашим другом, то точно получите плюс 10 в силе и вынусливости. Спасибо всем, друзья, и до скорых встреч у нас на Arbets TV. Субтитры сделал DimaTorzok